Эллин, эллины. Пятиклассники, здравствуйте. Древнегреческая история в терминах и понятиях. Термин девяносто второй. Эллин, эллины, как самоназвание греков. Начнем с этимологии эллин. Эллин в переводе с древнегреческого это родоначальник, как бы производитель рода. В древнегреческой мифологии это родоначальник греческого народа. Разные версии. Это либо бывший сын Пиры, или Девкалиона, или Зевса, или даже Посейдона и Антиопы. Родился эллин после всемирного потопа по древнегреческой мифологии. Он внук Прометея и Климены, а также Эпиметея и Пандоры. От Эллина и Нимфы Арсииды родились дети Дор, Ксуф и Эол. От Дора произошли Дорийцы, от Эола – Эолийцы, или Эоляне. Сыновья Ксуфа, Иоан и Ахей стали родоначальниками греческих племен ионийцев и ахейцев. Эллин назвал по своему имену народ Эллинами и разделил между детьми и землею. После женитьбы Эллин обосновался в Фессалии, где стал первым царем после Великого Потопа. Но это если о мифологии. Если же более конкретно, то Эллины в древнегреческом – это название древних греков, начиная с 7 века до новой эры. Сам этноним греки происходит от греческого грек и первоначально относился к одному из племен Северной Греции, Эллины, Северной Греки, что отражено в названии местности Грея, Грая, Средней Греции. И был воспринят римлянами, вероятно, от колонистов из Греи в Кумах. Римляне перенесли название греки на весь народ Эллинов. В современном русском языке слово «Эллины» используется для обозначения жителей Древней Греции, хотя так себя называют и современные греки. Впервые небольшое племя Эллинов упоминается у Гомера, и он их определяет как южных фессалийцев, то есть небольшое племя Эллинов в Южной Фессалии. Там же их помещали Фукидит, Геродот, Аполлодор. Однако Аристотель переносит Древнюю Элладу в Эпир. По мнению других, более современных авторов, в доисторический период греки, занимавшие Эпир, были вытеснены оттуда к Фессалию и перенесли с собой в Новые Земли и прежние племенные наименования и названия. Племя Эллины, согласно Гесиода, берут свое начало от Девкалиона и Эпиры. Они пережили местный потоп и считались по Гесиоду родоначальником греческого народа. В 7 веке до Новой Эры возникли понятия варваров и эллинов. Как общенациональное название Эллины встречаются впервые в 7 веке до Новой Эры у археолога. Как величайший он их характеризует, как величайший народ всех времен. То есть эллины это классическое наименование древних греков, согласно археологу. Спасибо за внимание. Следующий 93 термин, который мы рассмотрим, это Эпигоны. Эпигон, эпигоны. До свидания. Продолжение следует...